Добрый день! Снова мы в нашей студии, снова мы с Азизом продолжаем наш разговор, но немножечко о другом. Вот интересно узнать мнение папы. Мы говорили с Лизой, мы говорили о том, как прогрессирует, как меняется ребенок, как меняется Ахан, что было, что стало и так далее. Вот скажи, пожалуйста, Азиз, с того момента, как Давид начал работать дистанционно, по скайпу, как проходило изменение состояния ребенка? Вот на твой взгляд, не на взгляд как бы вашей семьи, а на твой чисто личный взгляд, скажем, да, вот маму оставим в покое, а у нее с нами нет, она этого не слышит, вот твое мнение. Во-первых, хочу сказать, что у нас появилась вера, и как бы наша вера окрепла в то, что все будет хорошо, что это не конец, еще все впереди. Во-вторых, я увидел изменения в Лизе, то, что она стала более уверена в себе, уверена в Ахане, на что он сможет. Не, я тебя перебью, не забудь, что-то говорю. Вот посмотрите, как интересно. Первое, что Азиз сказал в плане изменения, это об изменении жены. И на самом деле это не случайно, хотя я его об этом не спрашивал. Это не случайно, потому что ребенок, даже на подсознательном уровне у папы, ребенок изменяется, начиная с мамы. Вот это вот очень важный момент, так всегда и происходит на самом деле. И вот это прозвучало... Ребенок, это часть мамы физически. Конечно, абсолютно неосознанно, вот когда это говорит, скажем, давители, когда я говорю, это я, мы говорим это как специалисты. А вот это прозвучало из уст папы, как бы совершенно вот... Неожиданно даже для него, наверное, самого, хотя его об этом не спрашивают. Именно так, да, извини, что я тебя перебил, просто это очень важный момент. Да, давай дальше рассказываем. Какие изменения еще были? Какие изменения вот у Лизы, у Аханы, вот пока мы говорим о моментах дистанционных, что было там. Ну и хотелось бы отметить такую важную вещь, что мы поняли такую истину простую, то, что здоровье ребенка напрямую зависит от нашего эмоционального состояния, от обстановки в доме. И как раз Давид давил именно на эти рычаги изначально. То, что мы узнали, мы не, как бы, традиционная медицина говорит о том, что надо лечить ребенка. А Давид, как бы, с другой стороны подходит к этому. Он занимается родителями, а ребенок он само собой... С точки зрения родителей, имя, прежде всего. А с точки зрения детей, с которыми общаешься, кто-то другая тоже. Ну, в любом случае, это, как бы, для нас было открытием. Ну, да, естественно, конечно. Хотя вот в первой части нашего интервью ты как раз и говорил, что ребенок реагировал на вашу ссору, поэтому негативно очень реагировал. Поэтому, естественно, вы, как бы, подсознательно понимали, что что-то должно меняться. И вот Давид как раз и оставил все точки на дыру в вашем сознании. Так, и дальше... Ну, и потом, а хан менялся, я не помню уже подробности. Так, как бы, это уже в прошлом, и даже неохота вспоминать. Это же в прошлом. Вот еще один момент. Вот Азиз произносит фразы, да, совершенно потрясающие, о которых мы говорим. Причем, как вы понимаете, мы не репетировали, никто им эти фразы не подсовывал. Не хотим вспоминать, если вы помните, довольно часто мы говорим о том, что родители настолько вот привыкают к тому, что их ребенок выздоравливает и становится здоровым, что они просто не хотят вспоминать то, что было, им это не надо, и они вообще считают, что этого и не было вообще в их жизни даже. Да, это больно, это тяжело, и это подсознательно совершенно выталкивается из жизни. Поэтому вот то, что Азиз говорит, это как раз иллюстрация того, что, собственно говоря, и происходит практически в каждой семье, которая с нами работает. Да, извини, я перебиваю, просто это нельзя не отметить. Ну и, как бы, ну и Ахановские вот эти вот стимы, так называемые, они стали пропадать. У него один только сейчас остался до сих пор, это сосание пальца. К сожалению, мы пока не можем от этого избавиться. Наверное, когда он сам начнет понимать, что пора это бросать, как Иосифа говорит, у него сейчас нет еще чувства стыда, наверное, после этого у него это пройдет. Ну, пройдет, конечно. Пока он немножко... Ну и вот, напомню, сколько ему лет сейчас? Сейчас Аханову шесть с половиной, скоро семь лет. А начали вот заслание пальца в ладнической как-то не очень... Да, он сразу бросил соску. Соску сразу бросил, вот. Ну, это был своего рода заместитель, да, не так было легче, поэтому заместитель пока остался. Ну, это действительно пройдет, это останется, наверное, в тот момент, когда он там нервничает или переживает, или боится, а потом это будет тоже проходить. И какие изменения? Сразу изменения пошли после первого, по-моему, сеанса. То, что Ахан сразу спать начал, ложиться как положено. Ну, то есть засыпать он начал в 11 часов, иногда даже в 10. А до этого он ложился где-то в 4-5 мог уснуть. Утро? Да. То есть ночи у вас были веселые. Да. Кстати, Галипом, это достаточно сильно повредило саму Лидия, которая тоже потом смогла засыпать в облаке. У него до сих пор страхи эти остались, что у Ахана будут припадки. У Ахана, кстати, у него были припадки, что на фоне температуры повышенной он... Судороги были. Да, судороги были. Вот после этого Лиза не спит. Ну, у Ахана все прекратил. Кстати, сейчас Лиза спит. Хорошо. В гостинице, где мы живем, она в 10 иногда, в 11. Ну, один раз она раньше меня улегла спать. Ну, вот это совсем не хорошо. Скажи, пожалуйста, ну вот вы стали работать, стали появляться улучшения и так далее, и так далее. Ну, улучшения идут хорошо. Отчего вот встал вопрос о приезде? И так все вроде как проходит, чего приезжать-то? Ну, как? Я думаю, что это же не только Лиза заставила это твое решение тоже, раз у вас. Ну, во-первых, потому что Давид нам сказал, что нужно приехать, чтобы более детально изучить организм. С душевным, как бы, это все понятно. А вот, чтобы изучить организм Лизы и Ахана, организм, нужно, как бы, наше физическое присутствие здесь. То есть вы понимали, что дистанционно это, ну, может быть, и хорошо, но не полный момент. Да, это не полный, да. А сейчас есть с чем сравнить. Да, да. Так вот я к этому и веду как раз. Да, намучился, им понравилось видео, которое я здесь делал, как он борется с подушкой. Ну, да. Вы демонстрировали, что происходит. Мне тоже понравилось, да. Мы к этому еще вернулись. Это не специально было. На настроение такое сделать нельзя. Просто хорошее настроение было, и Лиза телефон достала. Замечательно. Так вот, вы приехали все-таки, да, вот вы решили, что этого вот дистанционного это мало. Нужно более полно, нужно более конкретно, чтобы вот увидели, что же прячется в закромах ваших вот непосредственно. Ну, и что же получилось в конечном итоге? Получилось то, что мы для себя сделали много открытий. Ну, например. Например, мы не знали, почему у Ахана, ну, как бы, в чем проблема. Где корень. Да, где корень. И Ясефа с Давидом, они нашли эти корни. То есть... Ну, соответственно, органический корень. Да, органический. Раз причина найдена, то она подвезет. Лишний раз мы убедились в том, что не все так страшно. У Ахана легкая форма. Уже и сейчас. Изначально было не так плохо, как по сравнению с другими детьми. Ну, это во-первых. Во-вторых, я думаю, было не так плохо, как говорили доктора. Ну, не то, чтобы пугали, но вот это уже не звучало, как приговор. Это уже, ну, болезнь, болезнь, все подлежит лечению, как обычно. Да. Ну, и что происходит? Вот сколько у нас... Уже целую неделю. Неделю, да. Вот мы говорили, с Лизой еще был четвертый день только. Время действительно вообще непонятно, как идет. Уже прошла неделя. Вот окажется, что у нас уже месяц, вот, и всего только неделя. Ну, и какие вот изменения, какие результаты, не в плане того, что диагностировалось, а в плане того, что излечилось? В плане того, что излечилось? Ну, если начать с меня, да, как бы более наглядный пример, то, что у меня... Мы это видели. То, что мне, да, спину выровняли. Да, это мы видели. За два раза, за 10 минут буквально мне выровняли позвоночник. Ну, еще чуть-чуть осталось, это... Ну, все равно, да, все равно. У нас стареет, как привычка, да, как привычка. Да. Да, ну, это пройдет. Да, то, что Лиза, как бы, ну, видно даже невооруженным глазом, что у него отек спадает. Она более посвежела. У Ахана мы его специально побрили. Давид его побрил специально, чтобы посмотреть форму черепа. И оказалось, что у него череп маленький для его возраста. Изменил. Да. Да, изменил. Да, да. И сейчас мы наблюдаем, что у Ахана в этой области, как бы, вот сплющено было. В этой области у него начинает, как бы, форму приобретать правильную, да. Причем, кстати, интересно, что это не только вы заметили, это заметили по фотографиям мамы в чате, кстати. Да, вот я читал, что, ой, в одном он и пишет, ой, у Ахана череп изменился вдруг. И самое главное, сгоряд изменился. Ну, вот мы к этому придем еще, сейчас мы об этом поговорим. Вот чисто его поведение, его отношения, его успехи, вот что за эту неделю происходит с ребенком. Собственно говоря, это же основной момент, из-за которого вы приехали. Так вот, интересно, что меняется. Вот, казалось бы, да, почти два года дистанционно, и неделя здесь. Можно сравнить. Вот сравниваем. Сейчас Ахан еще больше, как бы, стал идти на контакт с нами. Он уже осознанно говорит какие-то вещи. Осознанно с нами разговаривает. С другими людьми. Требует внимания. Требует внимания, да. Требует, чтобы я сделал какие-то вещи для него. У него есть уже такое чувство, знаете, обиды. Он уже выражает это. Как он сказать? Он активно выражает. Я сейчас отсюда уйду. Пытается, пытается, пытается других детей научить чему-то. Ну, это тоже есть у него, да. Да, проявляется вот... То, что мы ему запрещаем, он запрещает другим детям. Следующий вопрос. Это, кстати, очень интересный момент, потому что мы всегда говорим, и Давид подчеркивает каждый раз, что дети не просто вылечиваются, а у детей появляются какие-то определенные склонности, какие-то определенные способности. Вот, может быть, зарыть талант, да. Может быть, у него зарыть как раз вот это проявление, скажем, какого-то великого педагога, там, Нового Макаренко, например, да, когда вот он стремится что-то дать другим детям. Вот, да, вот то, что ты говоришь, да. То есть, это же не просто так он вот передает, а он именно вот, да, объясняет, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Нельзя не просто принимать это для себя, а старается эти знания вот передать другим, что, собственно говоря, не было. Так что, может быть, это вот начало проявления каких-то таких вот педагогических способностей. Почему нет? А обратите на это внимание, тоже может быть интересно. Что еще-то хочется сказать вот в плане изменения Ахана, в плане изменения вашей семьи, и в плане изменения вот семьи в целом. Вот, и вот, интересно, как вы вот восприняли приезд именно вот как внутри семьи, как ячейка. Теперь же вас, ну, скажем, уже не два человека, которые между собой общаются, а три человека, которые общаются между собой. Вот как это вы воспринимаете? Вот ты, как папа. Я как бы всегда знал, что у меня полноценная семья. Сейчас как бы... Так знать это одно, а сейчас ты это... Я это чувствую уже, да? Реально, да, то есть, собственно говоря, что не было. То есть вы можете, ну, скажем, да, приобщать Ахана полностью к... Скажи мне, он пытается вот маме помочь, вам помочь, то есть участвовать вот в какой-то... Ну, в общем каком-то... Ну, где-то проявляется. Где-то проявляется это, да, но... Сейчас это уже было, да? Да. Ну, сейчас это проявляется-то, конечно, но так-то я не могу сказать конкретно на каком-то примере. Это проявляется, да. И... Как вы вопрос задали? Я уже... Вот насколько он стремится вот... Как бы, ну, дать вам возможность осознать, что он тоже вот член семьи вот в этом плане. То есть, что он вот хочет быть с вами, что он хочет участвовать в каких-то общих делах, скажем, там вот когда-то, ну, там что-то готовят или когда-то, допустим, какая-то общая еда или какой-то вечер, когда вы все вместе. Ну, пока сейчас Ахан о себе только думает, наверное. Ну, то есть... Ну, о себе он думает не в плане того, что вот он закрыт, да? Нет, нет, он не закрыт. Да, он не закрыт. Вообще не закрыт. Он сейчас открыт и полностью. И... Я к тому, что... Тяжело проследить это просто. Он-то, ребенок, как бы, ребенок, у него есть свои потребности, у него есть свои, как сказать, детские желания, да? Там, побеситься, побегать. А теперь, скажи мне, пожалуйста, до того, как вы приехали, до того, как вы начали, вот эти потребности, эти желания, они вообще были? Да, нет. Вот. То есть... Ходит сам по себе. Вот. Вот, вот, видишь, ты, собственно говоря, да, как бы не... Опять же неосознанно высказал очень интересную мысль, она заключается в том, что у Ахана появилось детство. Он чувствует себя ребенком во всех проявлениях, во всех детских проявлениях. Да. То, чего не было. Вот это очень-очень важно. И сейчас очень важно, я подчеркиваю, ну, не только для вас, для всех, сейчас очень важно это детство ему дать. Да. Да, вот, очень хорошо, что вы это понимаете. То есть, ну, вот, довольно часто возникает вопрос, особенно там, мамы, бабушки, да, вот говорят, что вот, ты балуешь ребенка, ты там, вот это... Так вот, надо баловать. Конечно, надо. Вот. Обязательно. Да, причем баловать должно не только мамы и бабушки, но и папы тоже. У тебя это очень хорошо получается. Вот поделись, наверное, с папами, которые, в принципе, считают, что это не их царское дело заниматься ребенком. Вот что ты по этому поводу думаешь? Ну, можно целый день играть с ребенком, и, как бы, ребенок тоже чувствует, искренне ты делаешь или нет, наверное. Можно, можно пять минут что-то сделать такое необычное. Ну, как бы, это, не знаю, как это объяснить. играть с самого играть. Как это объяснить, да. Можно... Ну, так и объяснить, да. Можно двумя словами, как бы, сблизиться с ребенком, а можно целый день пытаться это сделать, и у тебя не получится. Это должно быть искренне. Вот. Все должно быть искренне, и все должно быть, ну, как вот, как ты воспринимаешь его, как человека, как нормального взрослого человека, которому вот хочется быть рядом, хочется... Просто относиться, как к обычному ребенку, это все, не надо жалеть его там. Конечно, мы все своих детей жалеем, да, мы у нас есть, но это заложено у нас, как родители, жалеть своих детей. В том плане, что их надо и воспитывать одновременно, не только баловать. Есть такие вещи, которые недопустимы, допустим, да, в воспитании. Рамки в рамки ставить ребенка все равно, но в то же время любить его. И наказывать где-то, и быть строгим, да, но все должно быть разумно с точки зрения исследований. Ну, конечно, это же потом как бы повлияет на его в дальнейшую жизнь, каким он человеком станет. Ну, вот, да, вот я надеюсь, нас услышали, и мне кажется, что в нашем разговоре, двухраундовом разговоре, достаточно много информации, которая заставит многим задуматься о том, как они себя ведут в семье, как они общаются с детьми. И если возникнут вопросы, я так возьму вся смелость, да, сказать, что вы всегда открыты для какой-то поддержки, для какой-то помощи сами, да, и готовы вот подсказать, поделиться опытом, поделиться какими-то впечатлениями. Поэтому обращайтесь, пишите, звоните и к нам в центр, и вот к прекрасной семье Азиза, Лизы и Ахановы уже можно сказать, что вот всегда готовы. А сейчас мы, если у тебя есть еще что-то сказать, скажи. Ну, как Аркадий сказал, можно всегда до нас дозвониться и написать, и задать вопросы любые. Любые вопросы, да. Ну, и посоветуешь, как, допустим, играть, как общаться, какие-то, может быть, личные секреты в общении у вас прекрасные. Ну, ты как бы не объяснишь так. Просто, да. Задать вопросы, любые вопросы, любые, любые ответы, да. Если они вас устроят. Правильные ответы. Ну, вот, ну, видите, такой, на непринужденной ноте мы с вами прощаемся. Желаем вам всего доброго, желаем здоровья, берегите себя, берегите своих детей, любите их, и будьте счастливы. До свидания. До свидания. До новых встреч.